Здравствуйте, друзья! Мы едем в автомобиле, кажется, что я пешком иду, едем в автомобиле, едем мы на радио, вот нам сейчас расскажут, только вы смотрите за дорогой, в камеру уже не надо пока, значит, давай пару слов, представьтесь, меня зовут Дмитрий, я когда-то бывший студент Портноу Компьютер Скул, а то вот мне как раз сегодня написали, говорят, со студентом какие-то интервью возьмите, но вы онлайновый студент, я онлайновый студент, проходил школу в марте 2014 года, о, вы ветеран, а вы быстро на работу устроились? И так далее, но когда я уже получил все разрешения на работу, то работу я нашел в течение трех недель, не активного поиска, я бы сказал, мое резюме просто висело на DICE по вашим рекомендациям, согласно вашим гайдлайнс. Ну, если оно висит согласно нашим гайдлайнс, вам должен телефон обрывать? Телефон обрывали с первого дня, абсолютно, и уже не хватало даже силы, если честно, на каждый звонок отвечать, потому что много рекрутеров звонило, много... Много просто как-то поговорить, или они сами практикуются, наверное, стажируются, рекрутеры, но... Это и неплохо, практика разговорная на тему, это хорошо. Но, как бы, это и дало очень, наверное, больше уверенности при последующих интервью. Конечно, конечно, это очень важно, да. Уверенности и опыт общения, это очень важно. Секундочку, я представлю, кто у нас там сзади урчит. Значит, это у нас Светлана, вы ее знаете, и Валентина, супруга, да, значит, Димы, так. И так, мы к вам возвращаемся. Так, куда мы едем, скажите, сейчас? Мы сейчас едем по 290-му хайвею, мы едем в украинскую деревню. Такой, это хороший район Чикаго. В прошлом, в этом году он был предъявлен... Вы знаете, Redfin, такая риэлтор-компания? Да, конечно. То они предъявили, что этот район, the hottest neighborhood in USA for 2016. В общем, Кульское место. Нет, это уже тоже не по-русски. Но, в общем, прикольное место, хорошее. Да, прикольное. И вот этот Ukrainian village, там реально украинцы живут? Или вообще, что за название такое? Изначально пошло из-за того, что наши люди, украинцы, эмигрировали туда, занимались стройкой, они строили много. И, в принципе, по сей день они этим занимаются. И так как они там, в том районе, много строили, и там жили, там сами и жили. И много людей, которым удавалось приехать в Америку, не обязательно с документами, и они работали у наших же украинцев. И таким образом получилось, образовался этот район, но из-за того, что хорошие дома были построены, хорошие, качественные, красивые. То есть район пошел вверх? Район пошел вверх. И туда пришли большие, как бы, я знаю, у вас в Калифорнии есть Safeway. Да. То вот раньше у Safeway была как ветка Dominix магазины. То там был Dominix, там был Starbucks. То есть можно жить, короче? Может, там есть все для жизни. И со временем туда больше и больше начало переезжать американцев. Потому что там был чуть нехороший район. Изначально. Изначально. Но сейчас вы видите, как украинцев много, так и американцев очень много. А вот украинцы, которые там живут, они украиномовные или они по-русски говорят? В основном все украиномовные. И есть и русскоязычные, но в основном, основная масса людей говорят на украинском языке. То есть вот идешь и люди там по-украински разговаривают? Разговаривают, с вами здороваются, добрый день, добрый вечер. Окей. Здоровенькие булы. Здоровенькие булы, як справы и так далее. А вы сами откуда? Мы сами из Украины, из Николаевской области. Это город Южноукраинск. Что ж ты никогда не слышал? Там атомная АЭС довольно-таки в 80-х годах была построена. А, Южноукраинская АЭС, потому что город такой, а не потому что это юг Украины. Да, это город такой, это город наскорянец. А, я не знал. Окей. Да. И мы оттуда приехали сюда в 2011 году. И некоторое время там занимались разрешением на работу? Абсолютно правильно. Ну, уже закончились? Все, в процессе. Уже закончились. Ну, отлично, поздравляю. Вы знаете, когда вы начали историю Украинян Виллдж рассказывать, мне это напомнило историю нынешнего Брайтон-Бич. Ну, в смысле, он и раньше был Брайтон-Бич. Но в силу того, что там был черный район, но когда началась советская эмиграция, беженская, еврейская, и вот там народ селился, и этот район назывался Яшки-стрит. Вау. Интересно. Ну, вот, потому что Яшки, значит, вот это Яшки-стрит. И я первый раз, когда это услышал, это было давно, вот не говорили Брайтон-Бич, а говорили Яшки-стрит. Ну, это мы, считаю, в СССР жили. А сейчас он уже просто так, географически. А уже Яшки все уехали оттуда. Там сейчас другая публика живет. Ну, хорошо. Давайте, знаете что? Это у вас сейчас первая работа? Как давно вы работаете тестером уже? Я работаю, я получил работу с 7 декабря прошлого года. А, то есть вы где-то месяцев 8-9. Ну да, с копейками. Да, 10. За это время, в принципе, я считаю, что достиг своих высот за столь короткий срок. Профессиональный или по денежкам? Профессиональный. Получается, последние две недели я работаю лидом над новым проектом, в котором мы с партнершипом с Apple, и веду этот проект. Но с точки зрения, скажем, денежки, такой сугубо прагматической, вы работали на одном месте. У вас выросла за это время денежка? Или вот вы как получили работу? У меня денежка выросла, да. У меня денежка выросла, так как у нас финансовый год компании, он заканчивается в июле месяце. И с августа начинается новый финансовый год, новый бюджет. И при новом бюджете, соответственно, повысили зарплату. Ну, существенно или так, символически? Ну, скажу, на 5 тысяч в год. Ну, хорошо. То есть это несущественное повышение, но за столь короткий период времени моей работы там, я думаю, это неплохо. Но у вас нет желания такого, скажем, перейти, куда-то еще 1020 на переходе получить? Я смотрю сейчас вперед в своей компании, и я вижу перспективы, поэтому... У меня есть, конечно, такое, но это будет внутри компании. Отлично, отлично. Значит, вы чем раньше занимались-то? Не в период, когда не было разрешения на работу, а вот до того, как приехали сюда из Южноукраинской. Да, смешно вообще, но я по профессии своей и работе, я моряк. Так. Я заканчивал одесскую мореходку. В общем, моряк это как-то среднее специальное образование или что? Нет, у меня судоводительское образование. Ну, это как техникум, это высшее образование, что это? Это на момент обучения, это было как высшее образование, но мы потеряли степень аккредитации. Училище наше стало училищем. И недавно опять получили, то есть это опять выше. На момент моего окончания было как училище. То есть вы должны были быть каким-нибудь, вот если бы развивались в этом плане, то есть какая ваша должность была? Помощник капитана? Я работал в Николаевском порту сменным помощником капитана на буксире. Ну, хорошо, то есть вы фактически еще и одессит частично? Ну, 7 лет там прожил, проработал, проучился. Валентину вы где нашли? Она также оттуда, откуда я родом, с Николаевской области. То есть не в Одессе? Нет, мы встретились там. Одесситке вообще ничего так в целом? Одесситке, это же город невест. Да вы что? А я никогда не знал. Там очень много красивых девушек. Да, наверное, не только в Одессе, а вообще в целом. А откуда они там берутся-то, подождите, невесты, приезжие или местные одесские? А по-всякому. И приезжие, и в ходу того, что много учебных заведений, и приезжают из районов. То есть хорошие девчонки. Вот мы, кстати, уже в украинской деревне. Так, друзья, смотрим на украинскую деревню. Да. Да. Мне это напоминает из песни «На Аргентину это было не похоже». Вдвоем с приятелем мы получили тоже. Так, значит, это... Окей. Хорошо. Сейчас начинаются вот украинские магазины. Вот сейчас справа будет. Вот видите, здание, оно... Трезуб. Да, это новый дом, и тут открылся новый ресторан. Да вы что? Мы сейчас не будем. Мы сейчас не будем. Я понял, трезубец меня... Это продуктовый магазин. Здесь можете купить все, что пожелаете. В плане то, что вы могли найти раньше в гастрономах советских, то все здесь есть. Отлично. Советский гастроном. Да. Ну и просто продуктовый магазин с современными продуктами. Ну хорошо. Были вы моряком, сюда приехали, переучились в тестеры. Но нравится то, что вы делаете? Я даже будучи моряком, и до этого, я в принципе всегда был заинтересован в программном обеспечении, где-то что-то копался, рылся, чинил, ломал, переставлял виндовсы. То есть хобби стало профессией как-то? Да, хобби стало профессией. И даже будучи на судах, потому что я работал... Так, дайте я посмотрю. Украинско-американский клуб. Вот мы и приехали. А, это мы сюда прямо? Да, у нас справа. Слушай, и паркинг есть? Да, да, все, тут все нормально. Это вам не даунтаун, друзья. Ну мы тогда прощаемся, закрываем точнее вот эту часть нашей беседы и двигаемся на радио.